Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Школа свадеб» на телеканале «Вариант» в качестве эксперта Галина Валентиновна Карташова, заведующая отделом ЗАГС администрации города Владимира. Сегодня мы поговорим о свадебном страховании. Здравствуйте, Галина Валентиновна! Добрый вечер! Вот такое сочетание свадебного страхования – что-то новенькое. Да, это такая фишка, как говорит молодежь, появляется в последнее время, хотя я не скажу, что она уж суперновая. Еще в 2009 году к нам обратилась одна из страховых фирм и предложила поработать по направлению свадебного страхования. Назывался этот пакет страховых услуг «Медовый месяц». Тогда было предложено новобрачным купить вот этот пакет, который давал возможность застраховать их на период «Медового месяца». Немножко так смешно было, там и от разрыва отношений в связи с ссорой, и поездка во время «Медового месяца», если какие-то там случаи происходили страхового плана. Да, там кто-то заболел в этот период, не смогли они выехать по путевке, которую приобретали. Но не скажу, что стало пользоваться большим спросом вот это предложение. Немножко прошло какое-то такое затишье, наступило. И вот сейчас мы узнаем о том, что в 2016 году УралСИП разработал такой пакетный документ, коробочный, вернее, коробочный документ, короткий, быстрый момент страхования. Причем он предлагался и на период самого подготовки свадебного торжества и проведения торжества, и месяц после проведения свадьбы. Ну, надо сказать, что свадебное страхование имеет уже достаточно такой большой период распространения на Западе, в США. Это очень востребованная услуга, очень востребованная. А вот почему, интересно, в США это востребовано? Там чаще срываются свадьбы? Ну, вы знаете, люди там более прагматичные, и они очень умеют считать свои деньги. И поэтому стараются себя застраховать от всяких неожиданностей. Вот наш русский менталитет, мы очень суеверные. И, скажем так, вот даже по поводу брачных контрактов, у нас туго идет дело, потому что нам кажется, ну, как-то так, я люблю своего будущего мужа или свою жену, как-то я ей предложу на случай развода произвести вот такое вот оформление брачного контракта. Это значит, я уже как бы не уверен в наших отношениях. То есть здесь нет доли разума, здесь есть доля боязни показаться нелюбящим, неуверенным в себе и так далее. Я считаю, что это неправильно, потому что в жизни может произойти все, что угодно, и все отношения имеют начало и конец. Просто у кого-то эти отношения продолжаются 60 лет, а у кого-то год-полтора. От этого никто не застрахован. И я думаю, что если бы люди заранее оформили, скажем, брачный контракт, ну, было бы намного меньше судебных процессов по разделу имущества, сразу был бы определен порядок общения с детьми и что остается, скажем, мне после развода, у меня не было бы поводов устраивать скандалы, закатывать истерики, потому что я бы знала, что в документе это все уже прописано, поэтому остается только личные отношения. То же самое со свадебным страхованием. Когда я разговаривала с парами и узнавала их мнение по поводу страхования свадебного торжества, а мне говорят, да ну, это значит моделировать ситуацию, это значит уже как бы ее предусмотреть, мы боимся сглазить, вот чтобы прошло все хорошо, мы не будем даже думать о плохом. Вот это наше суеверие подспудное, оно нам мешает здравомысляще так отнестись к определенным моментам. Хотя, скажем так, вот сейчас, например, идет период не очень большого количества свадеб, холодно, не очень уютно, поэтому рестораны свободны, свадебные организаторы предлагают услуги по заниженным ценам, потому что их не очень-то сейчас загружают. А вот летом происходит все с точностью да наоборот. Рестораны заранее все заказаны, видеографы все под завязку, значит, уже с определенными объемами работы. И естественно, что каждый старается в этот период побольше заработать. Соответственно, в этот период и возникают те ситуации, когда вдруг тебя отказывают в использовании зала ресторана. Вам сообщают, вы знаете, оказывается, у нас вот во втором журнале было записано бронь на эту свадьбу задолго до вашего заказа. Так что вы извините, вам придется искать другой ресторан. А когда искать другой ресторан, если они практически все заняты? Вот от таких случаев как раз и оформляется страховка, финансовое возмещение тех затрат, которые вы понесли. Есть такие случаи, пусть они редкие, но они имеют место быть. Поэтому, думаю, от них тоже надо застраховываться. Потеря колец. Бывает такое? Бывает. Скажем так, видеограф, который должен с вами работать, сломал ногу. И он уже не будет с вами работать, хотя вы запланировали именно его, вы с ним обговорили сценарий проведения и так далее. То есть масса всяких нюансов, которые могут наложить негативный отпечаток на проведение свадеб и торжества, все это можно застраховать. Конечно, сейчас еще очень малое количество фирм, которые этим занимаются, страховые фирмы. Но, я думаю, если поискать, то можно найти и поработать в этом направлении. Интересно, а как подсчитывается, насколько велик ущерб? Вы знаете, есть определенный прескурант у страховых фирм. Предположим, пакет услуг они предоставляют по цене от 10 до 50 тысяч рублей стоимость самого пакета. А возмещение идет от 50 тысяч до 500 тысяч. Естественно, что надо вам будет подтвердить, если наступил страховой случай, вы должны будете подтвердить, что вы понесли именно такие затраты. Кстати, на Западе есть страхование от сбежавшей невесты, от сбежавшего, простите, жениха. Наши страховые компании вот такие услуги, страхование таких случаев не предусматривает, потому что тут явно возможны случаи мошенничества. Что, предположим, мы договорились с младым человеком, сейчас мы застрахуемся на 500 тысяч, а ты потом от меня сбежишь. А мы с тобой через год распишем, зато мы получим с тобой полмиллиона. Поэтому, естественно, что страховые фирмы на территории Российской Федерации вот такие страховые случаи не предусматривают. А все остальное можно как бы вот это предусмотреть. Кстати, свадебное страхование – это очень хороший подарок. Его можно сделать в виде сертификата вот этого свадебного или там полиса свадебного. Здесь, кстати, можно и заподозрить, да, что тебе, может быть, желают что-то. Да ну, я вот считаю, что это такая глупость, вот какое-то детство, честное слово. Если мне хотят подарить документ, который меня обезопасит от каких-либо нюансов, ну почему бы и не иметь его? Скажите, пожалуйста, вы водите машину? У вас есть машина? Да, есть. Вы страхуете свой автомобиль? Ну, потому что это обязательно. Вот видите, значит, мы обязательность принимаем как данность. И никто не думает, что оформляя ОСАГО или КАСКО, мы заранее прогнозируем аварию на своей машине. Правильно? То есть это предупредительные, превентивные меры. Поэтому, если страхование свадьбы принимать как превентивную меру от каких-то негативных последствий и возможность возместить те затраты, которые мы понесли, я думаю, к этому стоит присмотреться и стоит с этим поработать. Не могу вот сейчас на сегодняшний момент сказать, потому что рынок очень меняется, и страховые компании то вводят какие-то пакеты услуг, то, значит, убирают их. Но если в этом есть необходимость, надо просто выйти на сайт страховых компаний, посмотреть, какие вот коробочные продукты, так называемые. То есть коробка – это то, что вам там дают стандартный набор, который определил сам страхователь. Вот он туда внес, условно говоря, от порчи костюма жениха и невесты, от несвоевременной подачи транспорта, значит, от опоздания на вылет на отдых на медовый месяц и так далее. Вот это коробочный продукт. А есть страховые компании, которые работают индивидуально. Они смотрят от затрат, которые будут произведены на подготовку свадебного торжества, и на то, как готовы среагировать потенциальные потребители этого продукта. То есть если у них свадьба будет стоить порядка 500 тысяч, они совершенно спокойно согласятся приобрести полис, в который будут вынесены определенные позиции, и заплатить за этот полис 10-12 тысяч. Кто-то возьмет полис за полторы тысячи. Поэтому я думаю, что стоит к этому присмотреться, и мой совет страховым компаниям все-таки начать работать в этом направлении, потому что мы живем в век больших скоростей. Мы живем с вами в период наличия огромных пробок. Когда мы выезжаем, например, из города Владимира, сейчас у нас регистрация брака произошла, и мы должны ехать в аэропорт для того, чтобы улететь отдохнуть в медовый месяц. Вот эти пробки, вот эти какие-то коллапсы на дорогах, от них тоже надо быть застрахован, что вы вовремя не улетаете. Ну а то, что, например, страхуется сама поездка в период приобретения свадебного тура, это дополнительные страховые моменты. Поэтому я считаю, что свадьба как большое затратное мероприятие должна, наверное, быть застрахована от каких-то негативных последствий. А что касается статистики, как эксперта, что бы вы рекомендовали в первую очередь страховать? Ну в первую очередь я, естественно, стала бы страховать несчастный случай на свадьбе. Объясню почему. Хорошо, что это достаточно редко происходит, но, опять-таки, говорю, это может быть. Около многих ЗАГСов, у многих ЗАГСов, те же самые молодожены со своими гостями разбрасывают лепестки, осыпают молодых гостей зерном, бросают монеты на счастье и так далее. Никто не застрахован от того, что спускаясь по лестнице, усыпанный вот такими пожеланиями добра, скажем, можно каблучком поскользнуться и упасть. Те же самые молодожены с гостями, хотя категорически, например, наш орган ЗАГС борется с такими вещами. Мы объясняем, что это не место проведения свадьбы, застолья, это государственное учреждение. Тем не менее, распивается шампанское. Был случай, когда открывали шампанское, и пробка попала в глаз жениху. То есть неудачное открытие этой бутылки. Петарды, которые используют выстрел, попали в потолок, с потолка рикошет пошел на невесту. Бенгальские огни, когда платье прожженное было в этот момент. Вы знаете, можно массу примеров привести, когда вот я бы, например, советовала застраховать и наряды жениха и невесты, и от несчастного случая, и от опоздания или неявки тех специалистов, которые должны обслуживать во время свадебного торжества. Спасибо вам за интересную тематическую беседу. Наших телезрителей впереди ждет рубрика «33 совета». А мы продолжаем. В эфире рубрика «33 совета», в которой мы отвечаем на ваши вопросы. Галина Валентиновна, вот первый вопрос такой. Здравствуйте, подскажите, как лучше поступить? Выплачиваю алименты. Не по решению суда, а добровольно. По устному согласию с бывшей женой. Писал заявление в бухгалтерию на ежемесячное удержание алиментов на ребенка в размере 25% от дохода. Женился во второй раз. Недавно родился ребенок. Могу ли я уменьшить размер алиментов до 15%? И как это правильно сделать? Заранее спасибо. Давайте будем отталкиваться от того, что обратившийся пишет о том, что у них соглашение добровольное. Соответственно, можно предложить вариант добровольно переговорить с своей бывшей супругой, объяснить ей ситуацию. И опять-таки в добровольном порядке определить меньший процент выплаты алиментов. Если бывшая супруга, мать его ребенка не согласна на такой момент, на такое решение, значит, естественно, это только судебное решение будет в этом случае. Но не просто потому, что родился второй ребенок. Надо будет представить доказательства того, что уменьшился доход, что это влияет на содержание маленького ребенка, что, скажем так, содержание семьи страдает от этих моментов. Хотя могу сказать, что по закону рождение ребенка в другой семье не является основанием для уменьшения процентов выплат алиментов. Они по Семейному кодексу определены. На одного ребенка это 25%, на двух детей 33% и так далее. Поэтому сам факт того, что во второй семье родился ребенок, не есть гарантия того, что будет уменьшено процентное отчисление его выплаты первому ребенку. Вопрос такой. Моя бывшая жена официально прервала отпуск по уходу за ребенком и вышла на работу, при этом продолжает получать алименты на свое содержание. Я обратился с иском в суд об освобождении меня от уплаты ей алиментов на ее содержание на том основании, что ее доход превышает прожиточный минимум в несколько раз. Но суд отказал о удовлетворении иска. Законно ли это? Спасибо, конечно, за вопрос, но не очень корректно ставить вопрос, законно ли решение суда. Суд это такая инстанция, которая исследует все мотивы обращения с иском, все доказательства того, что этот иск обоснован и так далее. Поэтому я считаю, что в самом решении суда объяснено, почему отказано в удовлетворении этого иска. Дело в том, что в соответствии со статьей 90 семейного кодекса прописано, что мать ребенка, находящаяся в декретном отпуске до исполнения трех лет малышу, имеет право на алименты, на содержание именно ее. И там нет никаких оговорок, что в случае выхода матери на работу, в случае получения ею дополнительного дохода вот эти алименты уже выплачиваться не будут. Поэтому она имеет полное право на получение алиментов от мужа на ее содержание до достижения возраста ребенком трех лет. Надо внимательно почитать решение суда. Обоснования там все есть. Такой вопрос. Живем совместно с моим мужем в законном браке. У него был конфликт с бабушкой, пенсионеркой. Ее супруг работающий пенсионер. То есть мало того, что он получает зарплату, так у них еще две пенсии. В сумме их доходы превышают то, что зарабатывает мой муж. Я в декрете родила сына 4 месяца. Зарплата у мужа невелика. В результате семейного конфликта бабушка сообщила ему о своем намерении обратиться в суд и взыскать алименты на ее содержание. Правомерно ли это? Ну, каждая ситуация должна рассматриваться в проекции на определенную семью. Поэтому, если бы, обратившись с вопросом, пришел ко мне на личный прием, я могла бы задать уточняющие вопросы, и мы разобрали бы конкретно их ситуацию. Если сейчас исходить из общих понятий, то бабушка имеет право на получение алиментов от внука только в том случае, если родители этого внука уже умерли. То есть у бабушки нет своих детей, от которых она может потребовать оплату алиментов. Но здесь это только судебный порядок, и суд при рассмотрении данного иска будет рассматривать все абсолютно доказательства необходимости выплаты таких алиментов. Ну, исходя из вопроса, который нам поставлен, значит, у бабушки имеется муж, дедушка. Дедушка работает, то есть доход получается на семью. Получателями пенсии являются оба супруга, и бабушка, и дедушка. То есть средства на существование у них есть, и необходимости получать дополнительные средства отсутствуют. Затем суд рассматривал бы такой момент. Бывает ситуация, когда, скажем, родители лишены родительских прав, или они умерли, когда ребенку было очень мало лет, и бабушка с дедушкой приняли на себя функции родителей. Тогда как бы здесь уже не берется во внимание живо родители мальчика, девочки, или они уже умерли, потому что могут жить, но лишены родительских прав. И они не занимались воспитанием ребенка, занимался воспитанием бабушка. Тогда бабушка имеет право на получение алиментов от внука, но опять-таки при условии, что у нее отсутствуют свои средства. Хотелось бы еще такой вот момент подчеркнуть, что в отношении алиментов настолько разнообразные решения принимаются, исходя из ситуации. Я знаю такие ситуации, когда бабушки и дедушки платят алименты внукам своим. Это бывает в том случае, когда, например, невозможно установить местонахождение родителей, родителей, которые исчезли, и детям они не выплачивают алименты. Тогда дедушка с бабушкой привлекаются в качестве людей, которые дают средства на содержание ребенка. Но, естественно, здесь опять-таки учитываются моменты. Сколько лет этому ребенку? Какой доход у дедушки с бабушкой? Являются ли они опекунами, не опекунами? Являются ли они лицами, которые проживали? То есть настолько многообразная палитра этих решений, что, конечно, надо исходить из определенного случая. И если возникает какой-то момент, необходимо получить консультацию, пожалуйста, приходите ко мне на прием каждой среды с 13 до 16. Растопчина, простите, улица Добросельская, дом 175, отдел ЗАГС. А вот насколько алименты велики, которые могут потребовать, например, у детей, внуков? Вы знаете, это определяет суд. То есть суд исходит из тех документов, которые предоставлены стороной, подавшей иск. Скажем, бабушка подала иск по отношению к внуку, и она доказывает, что ее пенсии, условно говоря, 8 тысяч, а за квартиру ей надо заплатить 6 тысяч, ей надо покушать, ей надо еще на лекарства и так далее. В свое время она давала хорошее содержание внуку. Суд, исходя из доходов внука, чтобы не, скажем так, не уменьшить позиции его семьи, если там есть дети, которых тоже надо содержать. То есть все исходит из конкретного случая, подтвержденного документами. На слова суд ничего не берет, только документы, которые подтверждают наличие необходимости в содержании того или иного члена семьи. Такой вопрос. Здравствуйте, хотела бы проконсультироваться. Вот по такому вопросу. У меня от первого брака ребенок, а у бывшего мужа немаленькая задолженность по алиментам. Скажите, если мой второй муж усыновит первого ребенка, долг сгорает или остается за бывшим мужем? Тот же семейный кодекс прописывает, что при усыновлении у дочерения ребенка алиментные обязательства предыдущего родителя заканчиваются. Ничего не сказано по поводу задолженности. То есть в законе такая ситуация не оговорена. Но есть общее понятие, что если есть задолженность, то в течение срока давности 3 года, с момента определения необходимости выплаты алиментных обязательств, то можно подать заявление на выплату того, что ранее не было выплачено. Но если срок трехгодичный истек, то, естественно, все эти обязательства прекращаются. Но здесь надо сказать нашему собеседнику, если можно, так я назову, человеку, задавшему вопрос, сказать такой нюанс, что удочерить или усыновить вашего ребенка от первого брака можно только в том случае, если ваш бывший муж даст на то согласие. А если он будет давать согласие на удочерение или усыновление его ребенка другим человеком, я думаю, что он поставит вопрос таким образом, что я дам согласие, а вы с меня снимите вот эти алиментные обязательства в полном объеме, включая вот, скажем, эту задолженность. Поэтому это тоже индивидуальный случай. Но как общее понятие, значит, при усыновлении все обязательства алиментные прекращаются. Спасибо вам за интересный разговор, за ответы на вопросы наших телезрителей. Увидимся в следующей программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова